Алекса, стоп. Привет! Сначала я хотел снять видео для Орел и Решка карантин, поэтому... Всем привет! Меня зовут Полежаев Владимир, сегодня 8 апреля 2020 года. Я нахожусь на самом юге Германии в городе Кемптон, и это видео специально для Орел и Решка. Вот, я даже написал сценарий. Но если я это видео не использую до 14 апреля, это мой день рождения, то я залью его на свой канал. Итак, на сегодняшний день в Германии 107 тысяч заболевших, 38 тысяч выздоровеющих. Я все жду, когда мы обгоним Испанию по выздоровеющим. С этой информацией начнем день. Значит, план такой. Зарядка. Могу посоветовать для самоизоляции отличное приложение Nike Training Club. Много упражнений, и большинство из них можно делать без какого-то эквипмента. Душ. Теперь завтра. Вот в таком виде я выхожу на улицу. Вместо маски я использую шарф North Face, защита от всех вирусов. Стираю его раз в два дня. Вот бумага с подписью канцлера университета, которая используется на случай, если меня остановит полиция и спросит, куда я еду. Это дает разрешение на езду на работу. Продолжение следует... Как вы видите, трафика на дорогах стало поменьше, поэтому участились аварии. Люди, мне кажется, с меньшей ответственностью относятся к движению. Санитайзер. Сейчас у нас на работе действует правило, что в офисе не должно находиться больше одного человека, но с другой стороны есть правило безопасности в лаборатории, так как мы работаем с высокими напряжениями, то здесь нельзя работать, когда в лаборатории меньше двух людей. Поэтому мы создаем такие смены, где мы собираемся не больше двух-трех человек. Если кто-то приходит еще, то первый пришедший пытается уйти. У нас в лабораторной, так как мы работаем с печатными платами, есть некий запас химикалиев. И здесь вот 15 литров изопропанола. Его должно схватить, чтобы дезинфицировать одну маленькую африканскую страну. Обычно на обед мы ездим в какие-то ресторанчики, но сейчас все закрыто, поэтому еду мы либо заказываем, или, как сегодня, все принесли ее с собой. С работой на сегодня покончено. Сейчас я попробую немножко проехаться и показать вам город. Сейчас я нахожусь на самом центре города Кемптон, на одной из самых посещаемых площадей. Очень пусто, но люди все равно гуляют, потому что очень хорошая погода, тепло последние два дня. Так вот огорожденная зона кафе. Туда не пройти уже. Так вот выглядит центральная улица Кемптона. Люди, конечно, есть, но в разы меньше, и все закрыто, кроме аптек, магазинов и мюллер, где тоже есть продукты и медикаменты. Моя любимая кофейня. Она, как вы понимаете, тоже закрыта. На самом деле людей в городе слишком много, мне кажется, и никто даже не пытается носить маски. Не знаю, к чему все это приведет. Это самый большой в Кемптоне супермаркет. Он еще открыт, но там только продуктовые аптеки и магазин с курительными всякими штуками. Инструкция по коронавирусу. Очень непривычно выйдет все это пустым. Только что получил ясный ответ, почему никто не носит маски для лица. Смотрите цену. 12 евро одна маска. По текущему курсу это 960 рублей. И если их надо менять раз в два часа, то это, блин, очень дорогое удовольствие. Вот, кстати, что еще стоит 12 евро. И мне кажется, маски тут как-то явно проигрывают. Последним пунктом в моей программе будет посещение продуктового. Муки нет. Туалетной бумаги много. Алкоголь есть. Такие вот разграничения стоят для очереди. И очередь туда тянется. В итоге я нашел муку. Она отдельно стояла. В принципе, все есть, кроме консервированных бобов, каких-то овощей. Вот этого я не нашел. А все остальное есть. На этом мой закуп на выходные закончился. Еду домой. Вот я добрался до дома. Время 6 часов. Время 6 часов. Время почти 6. И после разбора вещей можно идти на вечернюю пробежку. Несколько фактов о карантине в Германии, в моем городе. На улицу можно выходить только, если вы едете на работу, если вы идете заниматься спортом. Это можно делать одному, либо с теми, с кем вы живете. Также можно ходить в магазин или аптеку. Штраф за неправомерный выход на улицу до 25 тысяч евро. Из-за карантина отменили все спортивные мероприятия. Мои тренировки по регби пока что перенесли. И перенесен сезон весь. Поэтому каждый сейчас занимается дома, либо ходит бегать. И все, такое как для мотивации, все скидывают в WhatsApp фотографии своих тренировок. Учеба в университете местном. И я думаю, по всей Германии она остановлена. Но с 20 апреля начнется семестр. Пока что он будет онлайн. И по ходу сообщили, что он, возможно, будет переведен в нормальный режим. Если подытожить, то Германия сейчас похожа на одно длинное воскресенье, когда улицы опустили, ходят только спортсмены, люди гуляют. И большинство работ переведено на хоум-офис, либо на сокращенный график с урезанной зарплатой. И очень радостно, что меня пока что это не коснулось. И мы работаем, как и работали. Как и работали. На стадионе сейчас не побегать. Он уже недели две как закрыт. Но некоторые люди пробрались и все-таки бегают. Я пойду бегать за город. А там вот уже горы. Но пока нельзя. Держи этого ван. Скоро, скоро пойдем в горы. Если честно, то бегать это не самое приятное занятие. А бегать и все это еще снимать полная сортота. Поэтому, я думаю, все поняли, что я бегаю ногами так хоп-хоп. И на этом репортаж закончится. Итак, я дома. Осталось помыться. Покушать. Посидеть в этих ваших интернетах. И лечь спать. Как вы могли уже заметить, меня в этой ситуации пандемия затронула не так уж и сильно. Самое большое мое неудобство – это потерянные билеты в Россию в середине мая. Они еще не потеряны, но вероятность на это 97,3%, я думаю. Поэтому я очень хочу, чтобы эти билеты были моим самым крупным лишением из-за вируса. Закончить я бы хотел словами классика. Вы держитесь здесь. Вам всего доброго, хорошего настроения и здоровья. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!